Общее сведение. Синдром Русси-Леви носит эпонемическое название в честь описавших его в 1926 году у французских медиков-невролога Леви и патолога Русси. Авторы обозначили описанный синдром как семейно-рефлекторную дистазию с медленным прогрессированием. Базисными клиническими проявлениями синдрома выступает атаксия и сухожильная рефлексия, что легло в основу другого его названия. Синдром атаксии-рефлексии. Согласно международной классификации 10-го пересмотра, синдром Русси-Леви отнесен к группе наследственных мотосенсорных невропатий НМСН. Однако среди клиницистов нет однозначного мнения, как классифицировать данную патологию. В соответствии с симптоматикой ряд специалистов в области неврологии относят синдром Русси-Леви к клинической форме, занимающей промежуточное положение между болезнью Шарко-Маритута и атаксией Фредриха. Другие авторы считают его отдельным клиническим вариантом спинальной миотрофии. Несмотря на полученные генетические доказательства последнего утверждения, многие неврологи до сих пор выделяют синдром Русси-Леви как отдельную нозологию. Синдром Русси-Леви. Причина синдрома Русси-Леви. Семейный характер заболевания указывает на его наследственный генез. Ранее было установлено, что невропатия Русси-Леви встречается в семьях с повторными случаями болезни Шарко-Маритута. Молекулярно-генетические исследования последних лет выявили, что генетическим субстратом синдрома выступает нарушение в 17-й хромосоме. Локус 17-1-1-2 в виде наличия дубликатов отдельных генов точковой мутации ген МПИ. Зет нулевого миелиного протеина. Это открытие позволяет считать синдром Русси-Леви фенотипической формой невральной миотрофии Шарко-Маритута НМСН вариант АЯ. Наследование синдрома осуществляется аутосомно-доминантным путем. Морфологически определяются дегенеративные изменения задних спинальных корешков и периферических нервных стволов в виде умеренной демилинизации и уменьшения числа нервных волокон, дистрофические изменения пирамидных и мозжечковых трактов, проходящих в боковых столбах спинного мозга, дегенерация задних столбов, атрофия мышечных волокон, скелетные мускулатуры. Симптомы синдрома Русси-Леви. Дебют симптоматики обычно приходится на детский возраст, иногда пубертат, в отдельных случаях возможен у взрослых. Первоначальной жалобой выступает неловкость при ходьбе за счет снижения силы мышц голеней, в большей степени пираниальной группы и сенситивной атаксии. Мышечная слабость обуславливает затрудненное тыльное сгибание стоп и их свисание в состоянии подошвенного сгибания. Ранним признаком заболевания является выпадение сухожильных рефлексов нижних конечностей коленных ахилловых. Со временем наблюдается рефлексия верхних конечностей, слабость мышц дистальных отделов рук и атрофии мышц кисти. Отмечаются полиневритические нарушения чувствительности, болевая и температурная гипостезия в виде носков и перчаток, расстройства глубоких видов мышечно-суставного, вибрационного восприятия. Последнее обуславливает существование сенситивной атаксии. Во внешнем виде пациента обращает на себя внимание гипотрофия мышц голеней Т. Н. Ноги аиста. Выраженность нарушения походки вариабельна от легкой неловкости до типичного степажа с высоким подъемом согнутой в колени ноги и свисанием стопы. Атаксия редко достигает грубого выражения, характеризуется неустойчивостью при ходьбе, общей неловкостью, несоразмерностью и асимметричностью точных движений. Наблюдается шаткость в позе Ромберга, промахивание и тримор при выполнении координаторных проб. Характерна полая стопа, отличающаяся от стопы Фредриха сочетанием с арахнодоктилией, расположением пальцев в форме трезубца или двузубца, деформациями пальцев. Типичное исчезновение высокого свода стопы при опоре на нее во время ходьбы. Наряду с деформацией стоп наблюдается похожая деформация кистей. У многих пациентов имеются деформации грудной клетки, искривление позвоночника по типу кефосколиоза и прочие маркеры. Соединитель нотканной дисплазии, гипертеларизм, расширенная переносица, гидроцефальный череп, готическое небо. Диагностика синдрома Русси-Леви Диагноз базируется на клинической картине заболевания и ее изменений в динамике. От невральной миотрофии невропатию Русси-Леви отличает меньшая выраженность мышечных гипотрофий от болезней Фредриха отсутствие дизартрии и склонность к стабилизации состояния. Диагностика проводится также с другими видами полиневропатии, с миопатией и миотонией, боковым аммиотрофическим склерозом. Болезнью ревсомагми и лопатиями Пациентам показана консультация генетикой генеалогический анализ. С целью уточнения диагноза невролог назначает электронеромеографию, результаты которой говорят о замедлении проведения импульсов по нервным стволам. В сложных диагностических случаях проводится биопсия мышцы или поверхностных нервов нижних конечностей. Микроскопическое исследование мышечной ткани выявляет атрофические изменения отдельных пучков мышечных волокон. При микроскопии препаратов нерва определяется разрастание элементов швановской оболочки, приводящей к гипертрофии нервных волокон, по своей форме напоминающей луковицу.